Научно-исследовательская лаборатория «Экстремальная биология» Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен изучает различного рода трансформации клеток человеческого организма после полета в космос. Там наблюдается тракт необычного, и не все мышцы одинаково изменяются, перестраиваются. Сейчас коллаборация с нашими японскими партнерами запускаем такую большую программу, которая называется «Фантом». Проект «Фантом» — функциональная аннотация геномов млекопитающих. В рамках проекта ведется работа в направлении космической биологии. Исследования по направлению проводятся в коллаборации с рядом институтов Российской академии наук, в частности, с Институтом медико-биологических проблем. Целая серия проектов «Фантом» была направлена на то, чтобы понимать, как формируются, реконтролируются отдельные плечные типы. Где-то на стадии третьего из пяти проектов этой серии, проектов серии «Монако», получено в детский ряд используются данные, чтобы получить, в общем-то, приобретательные клетки. И, соответственно, консорциальный проект «Фантом» сделает огромный вклад в понимание, как дифференцируются клетки, в общем-то, работы. Работа в направлении космической биологии, в частности, об изменениях космонавтов, ведется давно. Раньше российские ученые участвовали только при аналитической обработке данных. Совместные исследования позволят России выйти на лидирующие позиции. Казанский федеральный университет стал организатором и лидером подпроекта, который называется «Фантом мышцы», о чем я уже упоминал, с целью анализа эволюционной составляющей и патологической составляющей, и клинической составляющей биологии мышц, в том числе формирования лиц. Ремоделинга тканей и так далее. Это очень интересный проект, и Россия, я надеюсь, нанесет себя на карту таких мировых глобальных геномных исследований. Исследования изменения организма в космосе позволят глубже изучить космическую радиацию, что станет одним из важных шагов в освоении космоса. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok